Великая Отечественная война для тех, кому еще не исполнилось 18 лет и начиналось с изучения военного дела. Так было и для Ефрана Ахмедова. Когда стало известно, что в границе советского государства вторглись немецкие войска, на тот момент выпускника школы направили в Пензенское училище. Там он постигал азы артиллерии. После нескольких месяцев обучения Ефрана Ахмедова направили на фронт. Это был уже 1942 год. Письма от Ефрана ждала вся семья, мать и сестры, среди которых была и Галина Михайловна. «Тяжелая техника шла вперед. Танки, дальнебойные шла вперед. Немцы. Немцы в основном, он пишет в письме, что мы их побеждаем. Мы их побеждаем, и победа будет за нами». Около него или возле него было даже знамя боевое, где написано «За Родину, за Победу», но было оно при нем. Он берег его в груди это знамя. «За Родину, за Победу, за Родину, за Победу». Он эти слова в каждом письме писал, как молитву, как призывал эту победу. «Победа будет за нами». Последний свой бой артиллерист принял в Полтавской области. «Бои были очень жестокие. Как бы была битва в этой Полтавской области под станцией военной адреса Кишейкина. Кишейкинский район, Полтавская область. Были очень изжесточенные бои. Поля были укрыты ранеными. Раненых было девать некуда. Это, эти слова передала, говорила мне мама. А потом, после войны, приходили. Они перед боем менялись с адресами, с парнями, которые воюют рядом. И вот эти парни приезжали. Там была битва, там реки лились кровью». Это был октябрь 1943 года. Больше известий об Эфране семья не получала. Но ждать не переставали. И больше всех надеялось его увидеть, конечно, мать. «И когда шли с фронта, с фронта, мы жили в Муранке. И через Муранку был мост. И вертались с войны. У некоторых остались живые, вертались с войны. Она выходила к каждому и говорила, «А Эрфана нет, а Ванюшки нет, а сынка моего нет. Нет». Она ждала его всю жизнь. Она его всю жизнь ждала». Точного количества не вернувшихся с той войны до сих пор нет. Ясно только, что это не менее 11 миллионов человек. Из 40 тысяч наших земляков, участников Великой Отечественной войны, не вернулся каждый третий.